Если ты молод и горяч, студент или выпускник, который ищет для себя что-то особенное и свой путь, тогда внимательно смотри нашу программу. В студии директор Центра карьер и трудоустройства Егорского государственного университета Екатерина Тарасова и директор Ханты-Мансийского центра занятости населения Лидия Анатольевна Шкирта. Доброе утро. Доброе утро. Итак, совсем скоро состоится ярмарка вакансий. Расскажите, что это за мероприятие. Для кого и для ТИКО? Да. Ярмарка вакансий направлена на то, чтобы выпускники, которые выпускаются в этом году, встретились с потенциальными работодателями, провели собеседование, познакомились друг с другом. У ребят будет выбор, куда они могли бы трудоустроиться. Ну и непосредственно работодатели могут узнать их компетенции. Все равно, когда есть личное живое общение, всегда приятель... Когда ты смотришь в глаза работодателю. Да, совершенно верно. Поэтому такое мероприятие направлено на первичное знакомство, которое впоследствии предполагается, что они найдут друг друга. Центр карьеры ЮГУ в этом случае какую роль выполняет? Чем занимается? Мы вообще знакомим студентов с работодателями, которые являются нашими партнерами вуза. Мы проводим различные ориентационные мероприятия, встречи устраиваем с теми же будущими потенциальными работодателями. То есть наши студенты, они знакомятся. Так как сейчас студенты находятся на таком жизненном этапе, когда очень важен, безусловно важен, живой диалог с работодателем. И мы, конечно же, стараемся в этом помогать. А вообще работодатели заинтересованы в студентах? Да, очень. Прям безумно, потому что именно в наших, я могу сказать. Потому что они считают, что наши выпускники, они очень такие идейные, такие целеустремленные. Очень часто, когда у каких-то работодателей есть вакансии открытые, они их не выкладывают на рекрутинговых площадках, а связываются напрямую с нами. И потому что хотят, чтобы их предложение именно выпускники ЮГУ закрыли вот эти вот вакансии. Слушайте, в любом случае трудоустройство это, так скажем, небольшой стресс как и для выпускников, так и для работодателя. И если это стресс, то в любом случае их кто-то должен поддержать. Допустим, государство. Какие вот меры поддержки существуют для работодателя, тот, который устраивает выпускника? Да, центр занятости работает по такому направлению, как стажировка выпускников. Она полезна как для работодателя, так и для выпускника. Что она под собой подразумевает? Мы предлагаем компенсацию работодателям заработной платы, то есть они оформляют на стажировку выпускника на 6 месяцев. И все 6 месяцев центры занятости им компенсируют 21 тысячу с небольшим их заработной платы. То есть для работодателя, если вдруг так сложится, что студент себя не зарекомендовал, нет каких-то серьезных финансовых затрат. Либо это, наоборот, является первым шагом в большинстве случаев для того, чтобы понять, что да, действительно этот специалист компетентен, и его можно брать уже на постоянной основе. При этом все 6 месяцев выпускник получает такую небольшую стипендию 2,250 от центра занятости, что тоже, в принципе, к его первоначальной заработной плате является таким приятным бонусом. То есть он получает и зарплату, и стипендию, правильно? Совершенно верно, да. А вот центр карьеры, какую-то, допустим, поддержку студентам? Да, конечно, у нас мы проводим карьерные консультации. То есть разъясняем студентам, в принципе, про ситуацию на рынке труда. Также помогаем им составить эффектное и грамотное резюме. И еще сейчас у нас появилось в этом году такое интересное мероприятие центра. Мы проводим, оно называется «Карьерные перспективы». Мы приглашаем людей, которые уже состоялись в жизни, то есть, ну, часто, кстати, это бывают выпускники ЮГУ, те же самые. Ну, а как они, выпускники ЮГУ, состоятся в этой жизни, а? Вот, посмотри, пожалуйста, сидит в красном. То есть, которые уже добились какого-то результата в своей профдеятельности, вот, и они рассказывают про свою жизнь, про свой жизненный опыт. И это очень воодушевляет, заряжает наших студентов и мотивирует не останавливаться на достигнутом. А расскажите, о каких работодателях идет речь, кем могут стать? Кто выходит на эту ярмарку вакансий со своими предложениями? Ну, у нас много вообще направлений деятельности. Вообще, участником этой ярмарки может стать студент любого образовательного учреждения, не именно ЮГУ, а любого образовательного учреждения, которое есть в нашем городе. Вот, то есть, мы там ждем всех. Плюс еще, это работающая молодежь, которая уже работает, но, возможно, хочет поменять работу, не знает, как это сделать. А работодатели? Охотно? Да. Участвуют? Да, сейчас как раз идет прием заявок, поэтому я думаю, что наша передача станет для кого-то, может быть, именно тем источником информации, который они узнают. Можно подать нам заявочку и прийти на нашу ярмарку вакансий. Так, и, соответственно, студентам, работающим молодежи и так далее со всех наших вузов, СУЗов нашей ЮГРы. Тогда давайте подытожим, какого числа, где все это произойдет. Пожалуйста, эти камеры смотрят на вас, вещайте. Да, 29 апреля мы всех ждем в экспоцентре. Студенческая 19. Студенческая 19, конгрессный выставочный центр ЮГРА-экспо. Определяемся, друзья, если не знаете, то ярмарка вакансий вам в этом поможет. Вам спасибо огромное. Спасибо вам. Доброго дня, желаем вам. С гостями прощаемся. С вами жуем все две, две с половиной минут трудоустроенных, конечно. Дождитесь. Продолжение следует.